Пентагон А за два дня до этого в сети появилось обращение боевиков Аль-Каиды, где они угрожали казнить заложника, если американцы не выполнят очередных требований радикалов. Мы даем американскому правительству три дня, начиная с этого момента, на то, чтобы удовлетворить наши требования, о которых им хорошо известно. В противном случае американский заложник будет казнен. Мы предупреждаем Обаму, американское правительство, о последствиях глупых поступков. Люк Сомерс работал на Аравийском полуострове переводчиком и фото-журналистом. И никто не ожидал, что его могут похитить в относительно спокойном Йемене. В плену исламистов он провел 14 месяцев и до последнего верил, что его спасут. Меня зовут Люк Сомерс, мне 33 года, я родился в Англии, но являюсь гражданином Америки, где прожил большую часть своей жизни. Прошло больше года с того момента, как я был похищен. Я надеюсь на помощь и прошу вытащить меня отсюда. Я уверен, что моя жизнь в опасности и прошу спасти меня. Это обращение появилось в интернете 3 декабря. И в тот же день к похитителям Сомерса обратились мать и брат журналиста. Они так же, как и Люк, до последнего надеялись на спасение. Мы знаем, что вы хорошо обращаетесь с Люком, и он выглядит здоровым. Мы благодарим вас за это, но прошу вас проявить милосердие и дать нам возможность увидеть Люка снова. Люк, если ты в состоянии услышать или увидеть нас, пожалуйста, знай, что мы делаем все возможное, чтобы помочь тебе. Наши сердца с тобой. Мы скучаем по тебе и любим тебя. И уже в четверг стало известно, что американцы совместно с йеменскими спецслужбами уже были готовы к спасательной операции. Мы непрерывно работаем с правительством Йемена по этому вопросу. Постоянно находимся в контакте. И сейчас совместно готовы использовать даже малейшую возможность для того, чтобы вернуть его домой. И сегодня же стало известно, что первый раз Сомерса попытались спасти именно в день заявления Харф, но разведка где-то не доработала. Мы знаем о видео с Люком Сомерсом, гражданином США и заложником Аль-Каиды на Аравийском полуострове. В прошлом месяце президент санкционировал операцию, чтобы спасти Люка, который был заложником Аль-Каиды в Йемене с сентября 2013. Как только у правительства США появились надежные разведданные и четкий план, президент санкционировал проведение спасательной операции. Но, к сожалению, в тот момент Люка перевели в другое место. Но военным тогда удалось освободить несколько других иностранных заложников. Вторая, сегодняшняя попытка и вовсе закончилась провалом. Во время проведения операции боевики застрелили Сомерса и еще одного заложника. По утверждению Пентагона, спецназовцам удалось ликвидировать десятерых террористов. Но своего гражданина они так и не спасли. Вадим Хуланхов, Светлана Шишкина, Алексей Красиков, 5 канал.